Всем привет! Меня зовут Елена, кто не в курсе, и обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, потому что у меня здесь очень интересно. И сегодня я хочу вам рассказать, как и обещала перед отъездом, все-таки сделать обзор на 4 книги, которые я прочла в июне. И давайте начнем. Это были 4 потрясающие книги. Наверное, самые интересные и самые увлекательные за тот период, в который я начала покупать книги в интернете. Вот. Ну, никогда как бы не думала, что купленные книги в интернете, которые я не держала в руках, не разглядывала, не читала первые странички, могут произвести на меня хорошее впечатление. Ну, кроме одной, которую я купила в магазине. Давайте начнем. Первая книга вот такая вот. Итак, как всегда, с телепатарейки. Первая книга, дочь, потрясающая, могу рекомендовать. Краткий сюжет. Сюжет о женщине, которая работает врачом и которая очень мало занимается своей семьей. И однажды ее дочь пропадает, и вся ее жизнь меняется кардинально. И, в общем-то, об этом и есть книга. А единственный минус для меня, опять же, как вот, если помните, мои обзоры на книгу «Девушка в поезде» и «Все совпадения случайны», там тоже та же ситуация. Разбивка по временам. То есть, например, одна глава происходит в 2009 году, а другая глава происходит в 2011 году. И постоянно нужно перепрыгивать из одного сюжета в другой сюжет. Вот. Но это единственный минус для меня. Для кого-то, может быть, это нормально. В целом, книга интересная. То есть, такой закрученный, заверченный, очень запутанный сюжет. Но концовка вас поразит. То есть, когда я дочитала до конца и узнала вообще всю правду, я была просто... «Как? Почему? Блин, ну...» В общем, такие какие-то эмоции у меня были. То есть, ну вот, я не поняла, как такое лазу можно вообще... Но, в любом случае, концовка интересная, она положительная. Не сказать, что хэппи-энд, но хорошая концовка. В принципе, правду, как бы, мать для себя найдет. Но вот поиски этой правды, да, вот, сама сюжетная линия, такая вот детективная, расследовательская, она здесь есть, и она довольно интересная. Так что, для любителей закрученных сюжетов и детективных расследований, именно расследований, потому что никаких здесь особых преступлений нету, убийц там и прочего, то есть, просто линейка расследований. Вот, для тех, кто любит вот эти вот изучение улик, там какие-то расследования, то эта книга для вас рекомендую. Следующая у нас, в темном-темном лесу, из этой же серии книга, и опять же, книга потрясающая. Просто одна из самых, вообще, вот сейчас, на данный момент, одна из самых лучших, одна из самых любимых из этой серии, которую я прочла. Просто обалденная книга. По сюжету, история о девушке, которая начала новую жизнь и вычеркнула из своего прошлого каких-то друзей. Ну, не очень хороших, значит. И как-то вот получается, что кто-то из этих прошлых друзей, из прошлого, приглашает ее на вечер, скажем так, на некое мероприятие. И она соглашается. Непонятно почему, я бы не поехала на ее месте. Вот, но она соглашается. И это, опять же, круто меняет ее жизнь. И она узнает что-то новое из того прошлого, которое пыталась забыть. И раскрывает какие-то тайны для себя новые, относительно своего бывшего, любимого человека, например. Но, к сожалению, эти тайны, которые она раскрыла, она не может в жизни применить, потому что произошли уже некие события, которые изменить невозможно. Не хочу все рассказывать, потому что будет неинтересно, а книга просто очень интересная. Она затягивает, как видите, она не очень толстая. И прочитана была, наверное, за неделю на одном дыхании, просто на одном дыхании. Где-то, наверное, с середины книги сюжет начал настолько круто развиваться, что я не могла от нее оторваться. И в один прекрасный вечер я решила, что пока я ее не дочитаю, я спать не лягу. Я должна знать, чем это все закончится. Вот, и, в общем-то, правду она все-таки узнает. Не без приключений, конечно, там очень все закручено и заверчено. Ну, и, конечно, хэппи-энт, то есть счастливый конец в конце будет. В общем-то, счастье она все-таки свое найдет. Но для этого ей нужно будет пройти большой путь из разных совершенно преград. И пройти много испытаний для того, чтобы быть свободной и счастливой. Так что книга суперская. Рекомендую. Опять же, кто любит закрученный сюжет, заверченный, весь вот такой вот в загадках каких-то. При этом сюжет затягивает. То есть невозможно оторваться от книги. Она и детективная. Ну, по большей части детективная. Хотя здесь есть и любовная линия, но она так вот фоном на заднем плане идет. В основном детективная. Здесь есть и убийство, и расселиненка, и вообще мистика какая-то есть. И вот это вот и расследование, расследование, которое ведет полиция и девушка. В общем, очень увлекательная книга. Очень советую. Так, следующее из этой же серии. Ночной поезд. Не буду, как бы, оригинально. Потрясающая книга. Из этой же серии, как видите, детектив новый уровень. Ну, что могу сказать? В общем, по сюжету. Сюжет. Значит, вся картинка крутится вокруг пары. Мужчина и женщина. Которые полюбили друг друга. И, в общем-то, все. На самом деле не так. Книга состоит из четырех частей. Первая часть рассказывает об этой паре. А вторая часть рассказывает о подруге, главной героине. То есть, эта пара, они, скорее, как главные герои. Причем, женщина, она, как бы, более интересная, более развернутая героиня, нежели мужчина. Мужчина, он, как бы, так, немножко позади нее, относительно нее. Надеюсь, что не загадочно говорю. Ну, просто не хочется раскрывать весь сюжет полностью, иначе будет неинтересно, опять же, читать. Ну, в общем, в общих чертах. Вторая глава рассказывает о ее подруге. Третья глава рассказывает историю главной героини. То есть, кто она вообще, откуда она, почему она, как. И последняя глава, это, собственно, расследование. И, опять же, как вы видите, она не очень толстая. Читается очень быстро, очень завораживает, закрученный сюжет. Он затягивает. Хочется читать, читать, узнать, что там дальше, как дальше, как развиваться события, чем кончится. И тоже могу сказать, что где-то мне оставалось страниц 200 до конца. И я решила, что я сначала дочитаю, а потом лягу спать. Потому что я должна знать, чем это все кончится. Очень интересная. Опять же, закрученный сюжет. Но в этой книге есть уже и любовная линия, причем очень такая откровенно конкретная. Есть и расследование, и дружба, и какие-то секреты, и ревность, причем такая ревность, скажем так, родственная ревность. В общем, довольно интересная книга. И расчлененка здесь есть. Ну, не сильно такая, но подробности описываются довольно ярко. Так что тем, кто любит такого плана насыщенные сюжеты, не только романтика, не только любовь, не только расследование детективное, но также и откровенную расчлененку, и ревность. Ну, в общем, закрученный такой очень хороший сюжет. В общем, в общих словах, рекомендую. Ну, надеюсь, что не очень сумбурно и не очень запутанно рассказала. Ну, в общем-то, вот эти три книги, на которые у меня были обзоры при покупке, я о них рассказывала немножко. Вот, и, как бы, эти три книги я могу порекомендовать. Очень интересные. Я не думала, что вот так вот, купив книгу, она окажется настолько интересной. Если помните, вот, я покупала первые три книги. Третью, к сожалению, не помню, как называлась. Видно, не очень интересная была. В общем, «Девушка в поезде» и «Все совпадения случайные». Первые две, которые я прочла. «Девушка в поезде» мне понравилась. «Все совпадения случайные» была скучной книгой. И была еще одна, не помню, как называлась. Ну, то есть, совершенно она мне отпечаток никакой не оставила. О себе. Сходила, посмотрела, не могу найти. Поставила, видно, куда-то в другое место. Определенно помню, что было три книги, но не помню, как третья называлась. И, в общем-то, вот именно «Все совпадения случайные» и вот эта вот третья книга, они на меня особо впечатлений не произвели, были скучные. И я вот прям ждала, когда же кончится книга. Было настолько неинтересно. Но я оставлю ссылку сверху и под видео на тот обзор, где я о них рассказывала. И кому интересно, посмотрите. И последняя у нас книга, которую я купила в фикс-прайсе. Не думала я, что книга эта произведет на меня такое впечатление. Не буду, опять же, оригинально. Потрясающая, оригинальная, обалденная книга. Здесь около 300 страниц. Читается она на одном дыхании. Очень легко. Ну, может быть, в самом начале, где-то 2-3 главы, сюжет немножко натянут. И как бы непонятно, будет развитие какое-то или нет. Но потом начинается просто невероятное. Вкратце, сюжет. Сюжет главными героями является 3 человека. Мужчина, женщина и маньяк. И как бы сюжет крутится вот вокруг этих трех людей. Чем потрясающая книга? Во-первых, она очень увлекает в себя. То есть, интересно читать, что же дальше будет. И чем это все закончится. Очень интересна линейка любовная между мужчиной и женщиной. Также интересно развитие событий только вокруг женщины. Или только вокруг мужчины. Или только вокруг маньяка. В общем-то, ну, просто если я еще что-нибудь скажу, будет ясен весь сюжет. Поэтому я даже не знаю, как рассказать эту историю. Ну, вот если здесь вот в общих чертах прочитать, да. В городе убиты две женщины. Почерк преступника не оставляет полиции сомнений, что третьей жертвой выбрана репортер криминальной хроники. Для ее защиты в редакции появляется федеральный агент для прикрытия, назвавшейся другим именем и фотографом. Служебный долг в этом человеке борется с горячими чувствами. Неприступный красавчик понимает, что пропал. Ведь теперь эта рыжая застенчивая женщина и ее маленький сынишка для него самое дорогое на свете. Чем для меня эта книга стала потрясающей? Потрясающей она стала тем, что я испытала все возможные эмоции, какие только существуют в мире при прочтении этой книги. И волнение, и радость, и какое-то переживание, и сочувствие, и снисхождение, и доброта, и возбуждение, и какие еще могут быть чувства, и ненависть. Я и плакала, и смеялась. Был, ну, просто все возможные эмоции, все возможные какие-то реакции, вообще, которые существуют в мире, они все были испытаны реально, вот при прочтении этой книги. Просто обалденная книга. Ну, опять же, я не думала, что вот книга из фикс-прайса, которую я купила, кстати, посмотрев видео-обзор на Ютубе. Не думала, что она произведет на меня такое впечатление. Ну, вот книга просто класс. Могу рекомендовать. Здесь собрано вообще все. И любовная линия, и расследование, и закрученный сюжет с такой вот какой-то преступной линией. Не знаю, как это назвать, потому что откровенной расчлененки здесь нету. Но, несмотря на это, сюжет увлекательный. И даже вот этот вот, как бы, небольшой такой сюжетик, который крутится вокруг маньяка, он не скучный. Он довольно интересно раскрывает и характер маньяка, и вообще, как мы можем представить себе образ, что это за человек, почему он этим занимается вообще, все ли с ним в порядке. В общем-то, это тоже, ну, она из другой серии, да, и я вам говорила, что серию этих книг я хочу собрать. Здесь в конце приводится полный список этих книг из этой серии. Две у меня уже есть. В фикс-прайсе у нас их перестали продавать, так что не знаю, удастся ли собрать оставшиеся. Но вот эту могу рекомендовать. Из тех, что книг из этой серии, которые я прошла, это пока единственная, это просто изумительная книга. Самая любимая у меня сейчас вот из таких, ну, даже, знаете, вот здесь просто есть любовная линия, да, и она настолько чувственно, настолько, вот, откровенно раскрывается. Если помните, опять же, оставлю ссылку, у меня был обзор на прочитанную книгу «Все совпадения случайны». Там тоже есть откровенные сцены, но ту книгу я бы назвала 18+, потому что там есть не просто откровенные сцены или откровенные слова, там есть слова анатомические, которые, ну, я бы не советовала детям в таком возрасте знать. Все-таки 16 лет – это детям. А здесь я бы сказала все-таки 16+. И здесь, несмотря на откровенную любовную линейку, она описывается, как бы, с нежностью, с такой вот чувственностью. Ну, примерно я могу на одну ступень поставить книгу Джейн Эйр. Всю полностью, наравне со сценой любовной, которая здесь есть. Так что книга, как бы, впитывает в себя вообще все. То есть есть и расследование, и интересный сюжет, и любовная линия, и откровенная такая интимная линейка. Ну, все есть. Просто невозможно оторваться. И я ее довольно быстро прочитала дня за три, наверное. Вот. Так что могу рекомендовать, кто любит такие вот романтическо-детективные, какие-то запутанные книги. Ладно, не буду даже больше говорить, потому что об этой книге могу говорить долго. Очень классная. Рекомендую всем. Рекомендую. Конечно, обложка сюда вообще не подходит. Можно было сделать поинтереснее. Ну, видно, кто редактор вообще не заморачивался на этот счет. Вот. Так что вот такие книги у меня были. Вот такие вот четыре книги. Все потрясающие, все очень интересные, и все могу порекомендовать. Так что читайте с удовольствием, читайте интересно. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. А если подписаны, то нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. До новых встреч.